Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое послание к Тимофею, шестая глава, с шестого по восьмой стих. Читаю. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольствоваться тем, а желающие обогащаться впадают в искушение, и все эти во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Ищу сюда. Наконец, этому безрассудному и вредному занятию. Вы видите, какие миллиардеры вдруг появились сразу. Миллиардеры. Россия 72 года работала, в колхозе за ноль, за трудодень, ничего нет. И вдруг все. По всему миру растянули. На Израиль, да на Америку. А довольные? Нет, недовольные. И один из них говорит, теперь мы, говорит, стали соревноваться друг с другом. У кого больше? Ну, одного из них посадили миллиардера, он там был, обещался против не говорить, но Даха стал говорить против. Я не буду даже называть, чтобы... Вы знаете сами, кто такие миллиардеры. Они не работали никогда. А вот сидел один чертежник. Я, говорит, утром вышел. Где? В Америке делили Россию. По частям. Я, говорит, глянул в окно. Там 2800 грузовиков. Все мои. Мое. Моей. И совесть не дрогнула. Пенсии никому не увеличили. Вы знаете, инфляция составляла не один, не два рубля, а больше тысячи и семьдесят. Я судился, знаю, как это идет. И, наконец, дошло до десяти тысяч. Где рубль стоил, теперь надо десять тысяч платить было. Инфляция называется. Дефолты, кризисы. А на самом деле жадность. И здесь говорится о довольстве. Быть довольными. Посланник Песланехисов I, апостол Павел, в пятой главе, говорит так. Непрестанно молитесь. У нас все время считается в молитве стопоклонной. А дальше, говорит, за все благодарите. Вот это надо помнить. Откуда они связаны, слова молиться и быть довольным. За все благодарите. А чем люди бывают недовольны? Мы прочитаем 16 мест из Святой Библии. Видите, я не считаю, мне братья помогают. И вы увидите, где мы находимся. Касается это нас или нет. Вот. Можем ли мы каждый день, заканчивая его, и сказать, господи, как я доволен всем. Погоду, на погоду люди ропщут. Сама погода. Тут назначили матч какой-то. И вдруг все это... За все благодарите. Ты молишься. Это первая ступень. Дай, помоги, спаси, сохрани, защити, научи. Там все. Там мусульмане, там неверующие, коммунисты. Все там. Потому что страшно. А теперь вторая ступень. Благодарение. Имеешь ты или не имеешь. Молился, получил или не получил. Благодари Бога. Он знает. Вот у нас брат сдает который раз уже на права. И никак не сдает. Все уже почти получили. Нет. И он сразу только едет. Говорит, не сдал. Благодарю Бога. А почему? В этот день на дорогах страны и мира погибло не одна тысяча человек. Не одна. А он один из них был. И Господь показывает. Пока обойдешься. А то кто-то за другой. Ну же будет. Сделаешь. Надо научиться благодарить. Вот коротко разобрать. Чем недовольны? Люди, как правило, недовольны своей жизнью. Происхождением. Перед зеркалом смотрятся. Подкрашиваются. Что-то налепляют. Вот так бы надо. Глаза не такие, чтобы до ушей были глаза у нее. Все это намазать. Это недовольство. Довольство и благодарение. Это совершенно разные вещи. А благодарение – это согласие с Богом. Итак, прочитаем. Вторая книга царств. Закладочка с первой. 24. Вторая книга царств. 24 глава. С тринадцатого по шестнадцатый стих. Шестнадцать мест прочитаем. Шестнадцать свидетелей выставляем. И пришел гад к Давиду, и возвестил ему, и сказал ему, избирай себе, быть ли голоду в стране твоей семь лет, или чтобы ты три месяца бегал от неприятелей твоих, и они преследовали тебя, или чтобы в продолжении трех дней была муровая язва в стране твоей. Теперь рассуди и реши, что мне отвечать пославшему меня. И сказал Давид гаду, тяжело мне очень, но пусть спаду я в руки Господа, ибо велико милосердие его, только бы в руки человеческие не впасть мне. И избрал себе, Давид, моровую язву во время жатвы пшеницы. И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и началась язва в народе, и умерло из народа от Дана до Версавии семьдесят тысяч человек. И простер ангел Божий руку свою на Иерусалим, чтобы опустошить его. Но Господь пожалел бедствия и сказал ангелу, поражавшему народ, довольна, теперь опусти руку твою. Ангел же Господний был тогда у гумна Орны и у сиянина. И вот считаем, когда Господь сотворил мир, и усмотрел Бог все, и сказал, хорошо, весьма хорошо. Действительно, миллиарды разных клеток. И Господь собрал вместе, и получилась вот такая фигура. Человек, где глаза, где уши. Это все разные, мелкие-мелкие какие-то детали, атомы. Вот, говорят, там вирус, а вот мы видим, пришел и семьдесят тысяч унес. Это было все. А что, довольный? Господь говорит, доволен. Он доволен тем, что есть Бог. Ангелу говорит, это довольство дает Бог по мере нашей. Вот сколько было, и сейчас вдруг все везде отменяют, потому что более серьезное дело возникло. Воины недовольны бывают, что просмотрели, когда на нас нападать будут. Проморгали это 22 июня, и смотри, что получилось. А правитель недоволен своими, муж недоволен женой, жена мужем, дети. Тут все везде. Руководители. Надо научиться быть довольным. Вот сейчас мы... Что-то заболел. А ты в это время вспомнишь, сколько людей лежит. Ему разрезали, думая, помочь, там все рак перепутал. Там уже нельзя ни легкий, ни печень взять. Хотел бы на его месте быть? Когда я был вузом в тюрьме, и бывают люди недовольны. Я говорю, а ты хотел бы сейчас оказаться в таком месте, в плену, и тебя повели на расстрел? Нет. Ну, довольны. Давай, поблагодарим Бога, что мы в тюрьме. Ты понимаешь, как здорово-то? И мы кладем вещи, и никто не украдет. А кто украдет, когда все заперти? И туда никто не проникнет решетку. А нас охраняют. У нас охранников много. Но доволен, да домой-то охота. Благодари Бога, что Бог тебе дал. В каждом месте, злота, он говорит, найди тех, кому труднее. И прославь Бога. Бог дает по силе. Недоволен ростом. Я посмотрю, говорю, ну, кто я перед ними? Господь знает, сколько понесешь. И вот Давид выбрал лучшее. Лучше в руки Божьей попасть. Пускай будут эти вирусы, короны, и какие угодно, но только не в руки людей попасть. Говорят, страшное дело война. Святые говорят, страшнее войны плен. Война там ахнула, тень одна осталась, а так он был бы и все. Ты благодари Бога, что ты не в плену. Я всегда говорю, уходя из дому, обведи все глазами. Может, ты придешь домой, и все сгорело. Как мы будем страдать, когда этого ничего у нас не будет? И думали ли иметь? А какое питание? Благодари за все. То, что мы питаемся за один месяц, сегодня люди богатые, называется чаевые. Кто обслуживает, они под кружку кладут, чтобы им деньги достались. Они, глядя на нас, думают, какие несчастные. А мы скажем, какие мы счастливые. Мы обуты, одеты, дети выросли. Комната у меня есть, кровать заправлена. Что тебе еще надо? Вот осмотрись вокруг. Ведь было и время у нас негде. Мы в одном доме собирались, то в другом. И вдруг все есть. Научиться благодарить за друзей, за родных, за близких. Какое нам Бог дал здесь раздолье. А вот люди не довольны. Отчего рождаются секты? Ну, плохо кто-то истолковал. Согласись, Шестой Вселенский Собор, Девятнадцатое правило, запрещает толковать Писание, Святую Библию, вопреки святых отцов. А чтобы знать вопреки или нет, ты должен знать. Все в тебе. И когда ты это начнешь размышлять так, и ты увидишь, какое счастье, что я православный. Мне не надо никуда блуждать. Я сказал, так говорит Англотолус. Так говорит Шестой Вселенский Собор. У еретиков ничего этого нету. В одной Америке 21 тысяча разных сект. Они говорят, вот у вас иконы. Ни у кого икон нету. Да вот мощи. Ни у кого мощи нету. Что им у нас недовольно? У них ни у кого ничего нет. У них между ними все время недовольство идет. Радуйтесь, что у нас самый лучший в мире перевод. Синодальный. Это я засвидетельствовать могу и на Страшном Суде. Я разные переводы читал на разных языках. И притом не один человек переводил, а четыре духовные академии. Я разговаривал с евреем. Природным евреем. Не там, как полукровка не знает языка. Который энциклопедист. Я говорю об Александре Мене. Священнике. Протоиереи, которого убили. Убили злодеи. Я говорю, могли бы так переводить? Таких переводчиков сейчас нету. А сегодня все еще выискивают в Библии. Где-то люди пытаются оттолкнуть. Если хоть одно место скажут. Где-то есть переведено неправильно. А где не скажи. Тебе уже недоверие будет ко всему. Ну вот сказали. Комната хорошая. Но здесь где-то гадюха заползла. И она спряталась. Ты не будешь здесь жить. Она тебя ночью жалит. Или когда. И поэтому говорить, что здесь сокрыта неправда. Или грех. Неправильно перевели. Это всю Библию ставит под сомнение. Надо научиться быть довольным. Я о довольствии говорю. Книга Испирь 1.18. По порядку. У нас сегодня мало народу. И вот так я решил, что тут стоят рядом. Удобнее будет. 1.18. 1.18? Да. Испирь. Начинаем. 1.18. Православное. Тут потому, что без... Ну вот оно где идет. Вот тут. Глава-то дальше идет. Вот единица только здесь. Оно там... Полностью читаем это? Вступление. Нет, нет. А, ну все тогда. Это вступление. 1.18. Да, вступление. Православное. И было после севого дня Артаксерца. Этот Артаксерц царствовал над 127 областями. От Индии до Эфиопии. В то время, как царь Артаксерц сел на царский престол. Свой, что в Сузах, в городе престольном. В третий год своего царствования он сделал пир для всех князей своих. И для служащих при нем. Для главных начальников войска персидского и медийского. И для правителей областей своих. Показывая великое богатство царства своего. И отличный блеск величия своего. То есть, чем были довольны? Оказалось, недовольны. Маленько. А говорят, у тебя что-то ты самое ценное не показал. Красавица-жена. А у нее в это время концерт. И она не пришла. Вы знаете, что с этой сосенью было. Она недовольна была своим старством. Вот меня еще там выпили, напились, до меня показывать будет. Она недовольна была строгостью. И как? Посадили ее, вывезли. Все больше она не вернулась. Будь довольна тем. Вот начнешь говорить о разводе. Женщина особенно. Какая я была глупая. Я вот с одной разговаривал. А почему ты развелась? А ее спрашивают, на работе. Он пьет, наверное? Нет, не пьет. Не работает? Нет, работает. Хорошо зарабатывает. А где он работает? В КГБ. В КГБ? Так там же такая дисциплина. Так он что? Он молиться начал. Пошел к каким-то баптистам. И что? Ну я развелась, говорит, с ним. Недовольна таки мужем. У него все есть. Вот и все. И чтобы полностью человек был доволен, нужно Бога знать. Ты что дал, Господи? Это превышает меру потребления. Я вот оглянусь каждый раз. Нет, это невероятно. Как нас Бог любит. Только что зима кончила, все зеленеет. Одна пришла с сестра, то другая виноград подвязали, сделали. Опять ждем плода. Да главное-то, что нам Бог дал время для покаяния. Что я доживу в следующую пятницу. Я выезжаю. И будет ровно 83 года мне. Я половину-то не думал дожить никогда. А доволен? Да не то слово. Я вижу, что столько людей каждый день молятся, чтобы до них донести Слово Божие, которое нам Бог открыл. Вот поставь задачу. Я буду доволен всем. А вот сегодня считали, по одной щеке ударит. Будешь доволен-то? Это граница, через которую надо перейти. Вот как Богу угодно. Ты скажи. Тебе нравится это делать? А почему-то это... Ну, а то любой хулиган сейчас подойдет. Речь не об этом идет. Это тебя допрашивают. Это тебя бьют. И ты отношения к ним не измени. Ты молись за них. А вот так он тебя посадит. У Бога все выберено. Я еще не вернулся из тюрьмы, из лагеря. А прокурор, который меня душил и настаивал там еще больше срок, говорит, он умер, его нету. Следователь, 50, кажется, один год. Умер. А я живу. Но меня в тот раз брали первый раз. Тот был так снисходительный, по-хорошему. Принял полное погружение к крещению. То есть, хорошо, что я там был. Иначе туда бы нельзя проникнуть. Люди, которые обратились там, в заключенное, прям там покаяние принесли. А почему? Довольство. Если ты доволен, от тебя что-то такое будет исходить, что роптать ропота не будет. Начнешь с человеком говорить, чем особенно ты недоволен. Да вот сосед. А сосед тобой недоволен. Как они, ну, по подозрению. На корабль садишься, там специально люди идут и сдают дорогоценные вещи. Они там хранятся, в сейфе. Но неудобно как-то. А в каюте, каюта называется, два. Он пришел человек и говорит, я больше не сдаю. Но вот соседа дали, мне он по виду не нравится. Ну, ничего, ничего. Он тоже пришел, сдал, так же о вас сказал. Вот и все. То есть, мы должны не только это делать, где нравится, но и взвесить, как другие посмотрят люди. Что они могут сказать и подумать. Это чуть ли не на первом месте. И далее. Салон 122.4. Великое приобретение. Приобретать что-то надо. А тут как раз иди речь идет, не приобретайте. Довольство-то. Приобретение, что? Быть благочестивым, жить в себя то чисто и довольным. Довольно насыщена душа наша по ношениям от обменных и уничижениям от гордых. Вот так. То есть, я доволен, у меня довольна, достаточно, сколько меня мучили. Я за все это благодарю. Благодарю каждый день. Я от вас не скрою, что когда вот кто помогал мэр города, Владимир, знаете, аварийный, он большую, вот фотографии висят, когда мне передавали дома этот, и случилась эта авария, он погиб. Я не ходил никогда на похороны людей, а тут пошел. Я звонил до 12 часов ночи, и только главный редактор Алтайская правда сказала, он был верующий. Он стоит с ребенком, там крестят его знакомого, близкого артиста. И тогда я помолился. Господи, если моя молитва не угодна, прости меня. Но он так много для нас сделал. Теперь ректор университета, который так к нам трепетно относился, обнимал и целовал, и преклонялся буквально. Его нету. Тоже, помянуть его тоже, Владимир. А может, пользы не будет? Может, и не будет. Но ты показал довольство, благодарение Богу. Его нету. Я не могу, детей не могу встретить. Я бы на детях как-то им чем-то отдал, потому что я очень богатый книгами. Ну, как Богу угодно. А молитва делает другое. Рядом, которые были, и они теперь подражают ему. Я недавно только был в университете. Сестра меня водила там. И отношения сохранились. Они помнят, как он относился. И теперь, который ректор, он прям с желанием сделал то, что мы просили дать документ. Что у них вели занятия бесплатно. Дальше. Притча 19.23. Соломон тоже был недоволен. Все приобретал, приобретал. А потом пришлось все оставить. Мы пришли, говорит, в мир ничего не принесли. А что принесли? Ничего нету. И умерли, ничего с собой не возьмешь. Это надо все время помнить. Я вот все наказываю. И главное, кто будет смотреть за живыми. Животные, которые птицы. Вот вопрос. Потому что они иначе погибнут. А остальное тут хозяева найдутся. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен. И зло не постигнет его. Видите, всегда будет доволен. Впереди что было написано? Чем? Страх Господень ведет к жизни. Страх. Все время надо об этом просить. Все великие дар Божии. Наша мать, она считать не умела, но знала, что есть Бог. Сказала, нельзя в пионеры, нельзя танцевать, нельзя там про женщин. Этот страх привел к тому, чтобы получил Библию. И брат мой, священник, тоже это вспоминает. Мать еще не могла дать. Она говорила, есть гиена, не гиена, а там огонь. И там мухи вечные. Бог говорит, терплю до конца, а буду мушить без конца. Такой фразы нет, но смысл этот понятен. И мы, веря в это, от многих грехов были освобождены. И все время были довольны. Ну, представь, отец с матерью, отец с руки нету. Как жили-то люди? Это 10 ребятишек, ни один, ни два. 10. Жили бедно, и ни одного больного нету. Здоровое. Великое приобретение, вот это довольство приобрести. Что у нас есть? А то недовольно там у ней, у одного человека, что-то там на отца похожее. И она недовольна. А то тебя бы не было без отца. Ты в уме или нет? А вот он там косил, так я не могу еще с глазом сделать. А тебе и не надо делать. И так слишком много дано. Итак, 30 глава, 15-16. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». Преисподняя и утроба бесплодная, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит «довольно». Еще глаз насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вовороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Вот сколько за этим дальше идет. Как я благодарен Богу, что родился в бедной семье. Как благодарен Богу, что отец был пастух, я вырос на полях. Я знал бесконечное число гнезд, птиц. И то, что в мире есть, меня как будто не касалось. Я не знал, что такое существует. Полдеревни, где магазин был, доходили, а дальше даже и не знали, как. До школы и назад. Какая была мать у нас. Припоминай бабушка, дедушка, верующий. Дедушка считал, по матери дед. Златоуста книга называется, но другую. Но мы многое не знали, не понимали. Там церковно славянский. И все-таки это была вера. Как бы ни это, ничего бы сегодня не было. Не только нас бы не было, но и других не было. Будь доволен. Доволен, что сегодня еще у нас мирное время. Легли спать и встали. Нас никто не тревожил. Из Икииля, 45-9. Смотрите, сколько свидетелей, которые говорят, страх Божий кто имеет, он всегда доволен. Так говорит Господь Бог. Довольно вам, князья Израилевы. Отложите обиды и угнетения, и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его. Говорит Господь Бог. Вот отнимают, подыскиваются. Друг по другу. Это что делают? Я приехал к сестре, она в Томске. И банками уставлена вот эти, пилите литровая вода. Зачем? Сжигают дома деревянные. Сжигают, и старики сгорают. Ну, знаешь, что молодых никого нету. А эту землю за бесценок, и теперь тут этажи такие ставят. Вот беда-то какая. И показывают даже сегодня конкретно. Кого-то надо выжить из квартиры. Привозят камеры. Обливают бензином перед дверями. Даже в многоэтажных домах. Выживают, людей умерщвают. Это сегодня. Разве Господь не видит? России все было мало. Хватали и хватали. При царе-батюшке. Польша, это была все же лишь один район. Надо сказать, регион. Она в Российскую входила, империю. Финляндия завоевали тоже. Алястка тоже российская была. Все, хватали и хватали. И наконец, все, расселось. Чрево, ничего нету. Коммунисты, сколько пробили гнева на южные народы. Они врагами делаются. Залезли в Афганистан. Довольно надо было, что есть. Ты распорядись у себя дома. А там без тебя разберутся. И мы видим, с чем это все кончилось. Расселось с чрева и лопнуло. И мы остались с чем? В одну ночь подписали. Никаких республик нету. Благодарение Богу за то, что нам Бог дает еще и пенсии идет. И книги свободно издали. Это при советской власти этого не мог. Говорят, а мы недовольны ей очень. Это была не власть, антивласть. Написано, что делающие добро посчитаются властью. Это наоборот. Которые самые работники были. Почти 12 миллионов лучших крестьян собрали и умертвили. Вывезли на Морозове туда. Вот у меня записано. На Рын. И все, раскулащили как? На Рын. А? На Рын. Нет, они не на Рын тут даже. Ближе были. Вот где они были. На Рын это уже точка такая. И, говорит, штабелями мертвых складывали все. Ничего нету, ни инструментов, ничего скинули. Мерзная земля, куда хочешь, девайся. Ни еды нет еще. Пока стали привозить там помаленьку. И что где-то замочено, буквально мешок разрывали, чтобы лепешечку замоченную взять. И перетерпели все. И одна из них, по фамилии Потеряева, основателя Потеряевки нашей, она приезжала и все это рассказывала. И все приберли, кто раскулачивал. А она больше ста лет жила и ходила в храм. А были беспоповцы. Признали церковь. Она приезжала, все увидела. Жила в Потеряевке уже, когда начали восстанавливать. Надо быть довольным. Малахия 1.8. И когда приносите жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. А мы приносим великому князю, князей. Господу Господь. И что приносим? На молитву только отстал, уже задремал, уснул. А ты все положи, Господи. Вот уже кончина моя. Исправь. С чем-то я могу не соглашаться. Где-то доволен, недоволен человек должен быть собою. Я мог быть другим. Я мог больше знать. Я мог больше объехать. Больше вещества людей Евангелия раздать. Вот здесь я могу к себе претензии иметь. И сделать другим. Павел говорит, подожжайте мне, как я Христу. И что было-то? Я еще про Россию скажу. Посмотрите по карте, где порт Артур. Со всех сторон. И это на этом не заканчивалось. Все хватали и хватали. Недовольны были. Как говорит Павел, которого задавили император-то. Готовил поход на Индию. Чтобы сапоги в Индийском море вымыть. Это же даже слов никаких нет. Русский человек это такой человек, который по доброте души редко кто с ним может соревноваться. Последний отдает. Но если нужна приступит, тогда, да, берется за мотыгу свою. Нужно научиться и ценить свой народ. Сегодня даже стыдно называться другой раз. Вот я думал, вот человек, я говорю, ты как веришь? Ну я баптист. А когда спрашивают, как веришь? Ну я так и говорю, я думаю, мне стыдно было назваться баптистом. А когда сегодня знаешь, что вытворяют православные, да что на них висит, да уже и православным стыдно называться. Нужно быть довольным. А довольность, если не знаешь где, сядь и рассуди вокруг, посмотри, что тебе Бог дал, какие были у тебя учителя, как ты услышал Слово Божие, какие нам аудитории давали вспомнить это все. Лука 22, 51. Тогда Иисус сказал, оставьте довольно, и коснувшись уха его, исцелил его. Слово «довольно» достаточно. Это смысл как будто другой. А на самом деле это надо быть довольным. Ну, два меча, а нас 12. Да не защищаться вам. А что нападут на вас, вот смысл какой. Он сказал, когда Петр взялся за меч, что вложи в меч твой, надо быть довольным, что есть. А вот у вас сейчас столько врагов, весь мир вас возненавидел, а ты молись и за весь мир. Написано молитесь за царей и за начальствующих. Меня все время спрашивают отношения к президенту, к патриарху. Я говорю, не мне решать, мне дано повеление молиться. Я вспоминаю их, молюсь, чтобы все они перенесли и днем, и ночью. И не забывайте это. Мы не думаем ни о чем, а ему столько у него разных забот. И как поступить правильно. Это надо хорошую команду иметь, руководство, которое рядом подыскивается под него. Сейчас-то правители умерщвляют и отравляют. Вы не забывайте это. Потому что нам так много Бог дал, и что сегодня мы слышим. Деяние, 20 глава, 11 стих. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно. Даже до рассвета я потом вышел. Слово довольно, то есть много, и все были довольны. Это синоним слова. Я специально посмотрел, как оно выглядит. Довольно, это значит, все довольны. Это у нас достаточно. Больше этого вам не надо. В прошлый раз я тут захватил побольше, мне сделали замечание. Где-то чуть не около часа пришлось открывать. Но слишком ясно говорится об этом. 3 Иоанна, 1,10. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делал, понося нас злыми словами. И недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Это какой-то дядь Рев был. По сей день толкователи не знают, он какой был, пресс-фитер, епископ, какую роль. И он уже против Иоанна воевал. Иоанн Богослов ему не угоден. И кто Иоанна Богослова принимал, он их не принимает, выгоняет. А говорят, да простил бы. Нет. Не только простил, он упомянул этого человека, и мы знаем его имя даже. И сегодня точно так же. Мне вот высылали вчера там миссионерские отделы, на меня лютуют. Прямо бесконечно. Я говорю, сколько раз вот этот человек там подыскивается? Ну 50 с чем. Вот 50 раз он показал, что не знает Писание, 50 раз он виновен. Потому что я говорю по Писанию. По Писанию нигде нету, чтобы вот уверовал, спрячься и сиди за стенами. Нет, идите и говорите. Вы видели сами, что выступал митрополит Иларион Алпеев. И он, ну обычно как, сказал, да и все. А тут это место, когда считаешь, идите по всему миру. А это касается и епископов, касается апостолов. Он прямо говорит, всех это касается. Впервые такое слышно было. Сразу стали размножать. А я тогда сказал, у Сераха написано. Если богач сказал, превозноси. Вот это да. А когда говорит бедняк, все говорят, а кто это такой? Я об этом 60 лет крещу и делаю сам. Он-то не пойдет по миру. И сразу, почему? Значимость. И это хорошо, что он сказал. Я говорю не по зависти это, а к тому, что, ну сбывается это. Он сказал, и как сразу все поднялись, и это место отрезали, где он сказал, и другим показать надо. А у меня только на одном канале. И каждый раз я об этом говорю. 22 500 раз сказал. Иуда 1,16. Они рядом. Третья Яна, где была, они на 2,16. Иуда 1,16. Это ропотники ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Это как страшно. Человек робчат. Вот виноваты те, виноваты эти, сделали не так. Все время недоволен. Тебе когда скажут, не торопись в ответ что-то сказать. Дай созреть этой мысли. Ну, а вернись назад. Вот у нас, я не знаю, когда писали, у нас в 15-16 томе, я задал вам вопрос. Расскажите, как вы к Богу пришли? А потом, как пришли в общине? И что думаете об объединении? Три вопроса было. Ну, вот, Чернявские были. Царство им небесное. И она говорила, зачем ходила где? В какой-то районный центр. Я, говорит, ночью уходила. Километров 15. Туда и обратно, пешком. И только бы никто не наткнулся на нее. Она же была молодая. И Бог сохранил. А вот ропотники, они робчат все время. Никогда не ропщите. Никогда. Ни на кого. Дети не такие, да, не такие. Внуки не такие. Не такие. Вот не такие. Ну, поблагодари Бога. И ты найди, что в этом твоя вина. А бабки, как только внуки родятся, бабки водиться будут. И теперь все там. А что бабки? Нет, ешь больше, спи дольше. Все это. Главный плакат у них. Почему? Детей-то они воспитали. Она думает отыграться теперь на внуках. А ничего, и опыта-то никакого нет. У нас сегодня ночью к нам вылетает человек. Помолитесь самолетом. И утром брат будет его встречать. Сегодня с одним поговорили. Ребенка хочет прислать один. Из Серпухова, там где-то около Москвы. Готовятся приехать люди из разных сторон. Конечно, перекрыли другие страны, кто хотели. Никак нельзя. Только через посредственные страны. Из Германии, только через Сербию. 1800 евро один билет и отложили. Вернули искать там. Дальше считаем римлянам. 5, 10, 11. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили. Мы обратились. Это не просто обратились, а мы еще и хвалимся. Что Он нас избрал? Мы избраны Его. Вот апостол Павел пишет, святые. Ну, кто бы сейчас подошел и сказал, а где ваши тут святые сегодня? Никто не пришел-то. А вот уверовали в Бога, очистены, уже называется святые. А вот даже молитвы оптинских старцев, он там все перечисляет где. А благодарение-то Богу, которая вторая ступень-то, так один раз меркнула и исчезла. Надо научиться быть благодарными Богу, довольными. 2 Коринфян 12, 9. Ну, Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо силы мои совершаются в немощи. То, что у нас есть, по этим силам, этого как раз достаточно. Конечно, мне один раз искушение подошло. Я был у баптистов в собрании в Новосибирске, а там два брата. Роста, наверное, по 2, 80, они похожи. И они пели по заказу. Вот меня кольнуло, что я бы тоже так пропел. А потом сразу мысль. А тогда отнимется то, что я имею в виду. Ты хочешь что-то заменить? Я как голос какой слышу. Я не слышу. Ну, мысль четкая. Я говорю, нет, не надо. Не надо. Это все уйдет. Так, филиппийцам 14, 4 глава, 11 и 18, два стиха. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Павел. Я получил все избыточество и доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благогодную Богу. Я очень доволен. Я сам себе, Володя, нету. Ну, сестры. Сколько раз говорил, да не носите вы мне. Нет, все равно не сут. Конечно, приятно. Я благодарю, я всем доволен. Ну, прям каждый раз. Смотрю, купленное. Не купленное я-то возьму. Ну, гляжу явно, что купленное яблоко. Там еще что-то такое. Мне это, я еще не могу в ответ дать-то. Тут, которые нам помогли, я сейчас вопросом мучаюсь одним. Как отблагодарить человека столько, там, вы заходили, видели, сколько продуктов-то? Я ничего не могу дать. Еще буду задавать вопросы. Как отблагодарить? Чем? И человек этот помогает не день, не два, примерно 15 лет. 15 лет. Вот я заказал сколько? 12 мешков муки. Все здесь есть. Какие люди? Я в краевой администрации. Знакомый там я подошел, мне там нужно на завод проникнуть где-то, а он помогает нам. Ну, я говорю, мне надо бы человека, который помог бы нам матраса, одеяло сделать для детского лагеря, не мне. А он рядом с ним стоит человек, так. Иван Иванович, а ты помирать-то думаешь? Вот человек стоит, выйди в коридор, он тебе скажет, что надо. А он из верующей семьи, которые в краевой администрации. Мы вышли, а кто вы такой? Я сказал, что вам нужно? Я говорю, матрасы. А сколько? Я говорю, примерно 70 матрасов. Хорошо. А где вы? Я говорю, такой-то район туда приехать. Ну, он уже... Дня два прошло, уже все это сделали. Которая одеяло, вот эта синтепоновая, там... Сразу два человека объединяются. Вот идет и мимо... Валер называется. Она там была, Валентина. Племянник объехал, они посмотрели, под поезд попали. Она помогала сколько раз. Первый раз к ней только зашел. Первый раз. Она встала себе, подкрыла деньги, вытащила, дала. Товары, которые такие, вот это все она давала. Я мимо, когда иду, и всегда говорю, Господи, помяни ее в старстве твоем. Она была верующая, она помогала. Она брала детей из детдома. Ну, они жили, она на иждивение брала и платила. А на нее покушение, кажется, три было, недруги. Мы были довольны дружбой друг с другом. И евреям 13.5. 16-й свидетель. Имеете нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Вот посмотрите на это место. Центральный район. Когда меня спрашивали, а что вы хотели? Я говорю, что было недалеко от остановок. Потому что трудно идти старым людям. И вода не рядом была. На Никитино, когда были, вода прямо рядом была. И поэтому, если погреб сделать, то нужно было копать яму и опускать железо и сваренное. А тут какая глубина, и ни капли нигде нет. У нас же такие подвалы. Кому где не хранить? Кажется, на 12 человек только могут хранить овощи здесь. Благочестивым и довольным. И этим заканчивается послание апостола Павла. Еще раз осмотрите вокруг себя. Будьте благодарны за все, что он нам дал. Вы знаете, у нас теперь другой митрополит. Его звать Марк. Марк. Вот поминали его, Элариона, а он умер. А вот фотографию, я с ним стою рядом. Он очень хороший был. У него было прозвище очень необычное. Вот, говорит, господин, у которого нет, слова нет. То есть, кто бы ни приехал из России и просит, он скажет нет. Он обязательно пойдет и отдаст. Ему говорят уже, ну, Синод все уже отдал. Ну, люди приехали издалека. Ну, ты же видишь обманщики. Да откуда же я знаю это? Ну, надо помочь. И он сюда собирался все время приехать. И приехал, а уже времена изменились. Теперь Марка. А Марка хорошо знает батюшку, он у него жил. Ну, а у нас был Евтихий. 13 лет. Мы не всегда делали так, как ему нравилось. И он однажды вынес решение, если мы не откажемся от того, что делаем, одно дело делали, то батюшку он под запрет, а меня отлучить. А за что? Книга к истинного православия. Что на русском языке надо проповедовать, и на войну не надо идти верующим. Мы из наших, альтернативная служба называется. И он потребовал, чтобы мы отреклись. А раз не так-то, 3 года, чтобы не разговаривали на эту тему. И мы это сделали 3 года. И как только 23 марта пришло, ну, у нас, а что мы просили, библейская, не службу, служба церковно-славянская, а Библию, которая писал, ну, если поется «Отче наш», там или что-то, то по-славянски так и поется, церковно-славянски. А если считается, это и Паремия, и Новый Завет, и Псалтирь у нас считается так. И мы этим довольны. И он оказался доволен столько, что сам стал переводить там заупокойно какие-то капельства. Вот чудо Божие. И поэтому, когда сегодня говорят, там патриархия запретила служение такого-такого священника, не мне судить, я просто по себе хочу сказать, что же они так не оценили, что из них требовали, приехать на то место или что-то еще. Ну и все. Я архиерею-то дал знать, да, я буду стоять в коридоре, я и так там стою. На университетах буду вести занятия, по радио буду выступать, к делу-то от нее относятся. И он не перешагнул, это указанное, что и было, мы приняли. Надо смотреть, что тебе говорит старший тебя, как нужно быть довольным тем, что есть, как это не потерять. Не просто, а надо ценить. Не оценили с них, сам сняли. А вот что за... Не в этом дело. Назад уже не вернется. И уже привыкли, он священник, хороший головой проповедь, отрубили. Я знаю уже, сколько священников таких. Итак, милостью Божию, Дух Святой нас научает быть благочестиво, чисто, свято, и быть всем довольным. Богу нашему славу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо. Спасибо. Спасибо.